В прошлый раз мы с вами занимались 30-ми годами. Я говорил о том, что в 30-е годы начались исследования журналистики в Соединенных Штатах Америки. Связаны они были с двумя процессами. Один – это разгребатели грязи, которые создали портреты американских роба Бернс, бандитов-грабителей, американских миллионеров, и пытались найти пути, как их приукрасить и освежить их портреты. И с этой целью была создана специальная профессия по связям с общественностью. Кто здесь обелители? Кто из этой группы паблик релейшнс? Кто пиарщики-то ваши? Вот они. И ведь вы обратите внимание, один. Почему? Чтобы обелителем быть, не надо лекции слушать. Важно уметь белило разводить. И все. И второй момент был связан с тем, что в Америке развивается концентрация печати, которая ведет, с одной стороны, к укреплению финансовых позиций крупных корпораций и к новым возможностям для покупки ротаций и других машин, позволяющих ускорить и улучшить выпуск газет, журналов, техническую сторону развивать и экономически сделать более состоятельную прессу. Но, с другой стороны, это ведет к сокращению разнообразия точек зрения, к сокращению газет, к уменьшению того, что называется плюрализм. Плюрализм уменьшается. Появляются газеты, двойняшки, такие вот, знаете, газеты, которые пишут одно и то же. И вы не можете найти какую-то другую точку зрения. И вот здесь появляются журналисты, которые пытаются изучить механизм воздействия и общения. Я вам уже говорил о Липмане. И был еще один интересный специалист, который тогда же написал книгу, кристаллизируя общественное мнение. Эта книга была интересна тем, что она создавала теоретическую базу для паблик релейшнс. И выдвигала тезисы о том, как добиться того, чтобы пресса была такой энергичной и достаточно разнообразной. И в этих условиях появляются новые профессии специалистов по паблик релейшнс. И появляются первые исследователи средств массовой информации. И эти исследователи пытаются найти ключи к тому, как управлять общественным мнением. И вот в этот период зарождается профессия специалистов по паблик релейшнс. И эти специалисты по паблик релейшнс начинают играть очень важную роль в жизни американской прессы, поскольку они пытаются внедрить новые методы работы. И эти методы работы они используют для того, чтобы изменить ход мыслей, который делает читателей и слушателей врагами крупных монополий. И вот эта книга, кристаллизируя общественное мнение, «Cristallizing Public Opinion», была написана известным специалистом Бернайсом, тогда же, когда и книга «Public Opinion» Бернайс, это такой известный очень человек, написал вот эту книгу, кристаллизируя общественное мнение, и стал, я бы сказал, главным теоретиком этой новой профессии. И, конечно, его звали Эдвардом, и он написал книгу вместе со своей женой Дорис Флейшман. Все они работали в одной и той же газете «Нью-Йоркская трибуна». И Липман, и Флейшман, и Бернайс. Бернайс приезжал в Советский Союз, учил наших специалистов искусству пропаганды, но он был очень энергичным и сильным человеком, прожил до 102 лет. Поэтому эта профессия, public relations, обещает тем, кто ею занимается, вот этому молодому человеку, который сидит, с ноутбуком, долгую жизнь. И ему, конечно, надо все записывать в ноутбук, потому так он не запомнит к 102 годам, что он здесь слушает. Тем не менее, я должен сказать, что американские исследователи массовой коммуникации создали новую профессию, и она преследовала цели не только улучшения, скажем, образа представителей крупного капитала, но она была важна еще и для того, для того, чтобы понять механизм действия общественного мнения. И в этом отношении она тоже была очень важна. Эти исследования положили начало разработки теоретических проблем журналистики, воздействия газет и журналов, а потом радио и телевидение, это уже в 40-е и 50-е годы. И, конечно, эти исследования велись не только с точки зрения public relations. Эти исследования велись с целью изучения эффективности деятельности американской журналистики. Почему интересовала так эффективность американских исследователей и владельцев средств массовой информации? Связано это было с тем, что не всегда публикации и большое количество публикаций в защиту того или иного, скажем, кандидата на выборах приводили к успеху. Оказалось, что недостаточно опубликовать материалы благоприятные о том или ином кандидате для того, чтобы обеспечить его избрание. Количество и качество этих публикаций не помогали тому или иному кандидату. Задумавшись над этим, известный американский специалист Лазерсфелд проанализировал итоги выборов в Соединенных Штатах в 36-м году выборов президента. Были два кандидата. Кандидат республиканцев и кандидат демократов. От демократов был Рузвельт. Почти все газеты, ну, во всяком случае, до 70% газет поддерживали кандидата республиканской партии. Кандидата демократов Франклина де Лано Рузвельта поддерживала меньшую часть газет, а он выиграл выборы с подавляющим большинством голосов. С чем же была связана победа? Почему кандидат, о котором меньше заботилась пресса, не так активно его поддерживала пресса, выиграл, а кандидат, который затратил огромные деньги на поддержку печати, проиграл? Этот вопрос был очень важен. И тогда пришли к выводу, что главное не количество публикаций, а то, как относятся читатели к этим публикациям. Оказалось, что эффективность статей в газете обеспечивается одним обстоятельством доверием читателей к автору и к тексту. Если читатель доверяет, то тогда эта пропаганда или эти статьи воздействуют на его сознание, и он принимает эту точку зрения и поддерживает ее. А если он не уважает или не ценит автора, относится к нему отрицательно, то эти публикации не воспринимаются положительно. Выяснено, что важнейшим критерием для успеха любой газетной или радиокомпании является доверие читателей, слушателей к источнику и к автору. Таким образом, здесь доверие к газете, доверие к журналисту стали главным ключевым моментом в успехе публикаций. И если раньше считали, что если человек прочитал статью в газете, то он думает так, как написано в этой статье. оказалось, что все не так, что люди могут прочитать газету, но не согласиться с автором, не принять эту точку зрения, что напечатать это не значит убедить. И чтобы убедить читателя, надо написать убедительно и вызвать доверие у читателя. Если читатель вам не доверяет, что бы вы там не писали, он вам не поверит. И вот эти изыскания помогли в дальнейшем в развитии американской журналистики добиваться доверия к газетам, к журналам. Ну, вы знаете, насчет доверия есть такая поговорка давняя. Единый жрисолгавший, кто тебе поверит? Когда человек попался на лжи, ему не верят. Но вот эта проблема доверия очень важна. И если имеется доверие к прессе, тогда она работает. Если доверия нет, то можете печатать много статей, и все равно они не будут работать на ваше дело. Я в связи с этим и хотел обратить ваше внимание на развитие американской американских теорий и теоретических работ журналистами. Очень хорошо использовал эти приемы президент Рузвельт в своей радиожурналистской деятельности. Президент Рузвельт в очень тяжелое для Америки время, когда начались экономические трудности. Вам, конечно, трудно представить Америку страной, где на скамейках спят безработные, где люди стоят в очереди за похлебкой, суп бесплатный ищут. Но такова была ситуация в 30-е годы в Соединенных Штатах. Они переживали период, который называют великой депрессией, кризис экономический. И в этих условиях Рузвельт предложил свой выход из этого кризиса общественные работы, строительство шоссейных дорог, строительство гидроэлектростанций, для того, чтобы занять людей. И даже для художников он нашел работу. Стали создавать специальные проекты народного театра, где артисты выступали, создавали специальные монументы, картины в интересах общества. Эти общественные работы позволили многим людям найти себя и преодолеть давление кризиса. Но главное было не в этом. Главное в том, что Рузвельт убедил в своей искренности и в том, что его планы направлены на благо американцев. Для этого он стал вести еженедельные радиопередачи, которые назвал «Беседы у камина». Он действительно садился у камина и говорил американцам о том, что он планирует сделать на этой неделе. Говорил очень спокойным, доверительным тоном и Америка его слушала. Эти речи, они сейчас изданы на русском языке, помогли ему завоевать доверие американцев к своей политике. И благодаря этому он сумел внести очень большой вклад в разрешение этого кризиса, в преодоление этого кризиса. Хотя окончательно удалось преодолеть кризис с помощью внешних факторов. Таким внешним фактором стала Вторая мировая война, когда Соединенные Штаты стали главным поставщиком оружия для воюющих сторон, для европейских стран, воевавших против Гитлера. И тогда создание военной промышленности в Америке дало работу безработным и позволило выйти из кризиса. Я на это ваше внимание обращаю потому, что преодолеть кризис американцам помогла война. И это имело огромное психологическое воздействие на американское сознание. Для европейцев что такое война? Это бомбы, разрушенные дома, убитые солдаты и мирные граждане. Для американцев война поставки оружия, работа промышленности, зарплата высокая и доходы. Поэтому в американском сознании массовом нет такого негативного отношения к войне, как в Европе. Американцы во Второй мировой войне потеряли меньше людей, чем в автомобильных катастрофах за время этой войны. Это отличается от того, что было, скажем, в Англии, где был стерт с лица земли практически центр Лондона, Сити. Его сейчас перестроили только. И разрушили Ковентри, Шеффилд пострадал, или Советский Союз, Россия, страны наши, которые тоже во время войны пострадали. И для нас победа в войне была главным фактором. Мы победили, мы освободились от угрозы завоевания. Для американцев победа была не только в этом, но еще и в том, что они восстановили свою экономику над том, что они нам помогали воевать и потом даже восстанавливать экономику. В этом смысле логика европейская и американская несколько друг от друга отличаются. Тем не менее, Рузвельт был замечательным радиодеятелем, радиопублицистом, я бы сказал, и в отличие от фашистской радиопропаганды, которая основывалась на пропаганде расизма, шовинизма, национализма и идей мирового господства, он создал демократическую традицию радиожурналистики и радиопублицистики, где руководство страны использовало радио для того, чтобы вести доверительный человеческий разговор со своим населением, обмениваясь своими точками зрения. У немецких фашистов был другой стиль, это была пропаганда, это было внушение взглядов, навязывание взглядов, а у Рузвельта был диалог, и вот эта диалогичность рузвельтовского текста сделана его убедительным и позволила Рузвельту добиться уникального успеха на посту президента. Как вы знаете, в Соединенных Штатах было разрешено избирать президента в принципе только на два срока, а Рузвельта избрали на четыре срока. Первый раз его избрали в 1932 году, второй раз в 1936, третий раз в 1940, и четвертый раз в 1944 году он не смог отбыть свой четвертый срок, потому что умер в апреле 1945 года после победы, накануне победы, я бы сказал. Но это уникальный случай в американской истории, когда президента избирали четырежды, и он побеждал. Это не были выборы без кандидата. кто-то сказал, вот это наш человек, голосуйте за него. Нет, была острая борьба, и в этой острой борьбе он четыре раза выиграл, благодаря своему доверительному стилю, благодаря тому, что он завоевал доверие избирателей в диалоге, в дискуссии. И, конечно, это очень серьезный урок политический и урок публицистики и журналистики, когда умелый разговор и честный разговор, честный диалог помогает политику победить на выборах, но он помогает ему и выполнить свою программу, которая тоже рассчитана на удовлетворение интересов граждан, интересов своих избирателей. Сейчас эти вот речи, радиоречи Рузвельта изданы в виде отдельной книги, и вы их можете почитать, эти беседы у Камина. Я думаю, что это было важное очень явление в американской публицистике. Кризис 1929 года, он разразился 29 октября 1929 года, в этот день акции на биржах упали и биржу вынуждены были остановить. Америка остановила свою экономическую жизнь. Успех гигантский в 20-е годы Америки, также достигнутый за счет поставок оружия в Первой мировой войне, этот успех сменился в 29-м году развалом развалом экономики и мировым экономическим кризисом. И здесь были два пути преодоления этого кризиса. Один путь предлагали правые республиканцы за счет увеличения налогов и за счет более жесткой экономической политики, а Рузвельт предложил реформы. И вот тогда в Америке появились две концепции развития. Одна консервативная предоставить людям самим выкарабкиваться. Пусть выживает сильнейший в борьбе за существование должен выжить самый сильный. Это и каждый должен опираться только на свои силы. Это концепция республиканской партии. Консервативная. Это не очень много хорошего и полезного. Каждый человек, конечно, каждый человек должен сам ковать свое счастье. Это концепция республиканцев. А демократы говорят, конечно, каждый должен ковать свое счастье. Но есть люди с бицепсами сильные, здоровые, они это могут, а есть слабые, хилые, больные, им надо помогать. Для этого нужны реформы, для этого нужна помощь государства. И эта так называемая либеральная позиция демократов была выражена и в политике Рузвельта, и в той пропаганде, которой он занимался. Рузвельт стремился реформировать американскую экономику так, чтобы в ней помимо частного бизнеса участвовал бы и участвовали бы государства, которое поддерживало бы бедных пособиями, поддерживало бы безработных пособиями и давало им работу. И вот эти две концепции сегодня в конце концов существуют. Буш за то, чтобы каждый своими силами выкарабкивался, его противник на выборах Горд прежде всего, да и Клинтон придерживались с другой точки зрения. Конечно, каждый должен быть за себя, но нужно помогать бедным, слабым, хилым. нужна государственная поддержка, нужно думать и о реформах, об изменениях, которые помогут избежать этих трудностей. Ну, и в этих условиях сложилась в Америке система пропаганды, тоже, в которой были два течения. Одно, представленное Рузвельтом, диалогичное, доверительное, второе течение довольно резкое, жесткое, и здесь американцам давали советы представители крайних консервативных сил, прежде всего, представители церкви, некоторых церквей, они требовали усиления давления на черных американцев, придерживались консервативных и реакционных в этом смысле взглядов. Но победил Рузвельт тогда, и это важно. Я хотел на это ваше внимание обратить. Но в то же время были попытки использовать радио и в целях реакционной пропаганды, даже были профашистские тенденции. И тут у меня два вопроса. Один вопрос фиолетовыми чернилами, другой вопрос красными чернилами. Начнем с красных чернил. Тридцатые годы в Соединенных Штатах это годы мафии, мафиозных войн. Как же это отразилось в печати? Неужели мафиозные группировки не боролись между собой с помощью прессы? Ну, вы знаете, с помощью прессы мафиозные группировки не борются. Они борются более простым способом. Есть наган, револьвер, и он бьет наверняка врага. И поэтому, если вы видели документальные фильмы, или вот замечательный фильм американского кинодеятеля, режиссера Копполы, «Крестный отец», в нем рассказано, как воздействовали мафиози на публику, стреляли прежде всего друг в друга, но иногда пули летели мимо цели и попадали в невинных граждан, а иногда их убивали, потому что они были такими невольными свидетелями преступления, чтобы ликвидировать преступников. Поэтому в прессе мафия тогда не сыграла роли, никто мафию не защищал. Американская пресса зависит от своих читателей в очень сильной степени, и мафию конечно никто не пробовал защищать. В этом смысле мафия если и проникала в прессу, то защищали какого-нибудь одного может быть бандита, но эти бандиты были такими жестокими, что защищать их было бесполезно. Поэтому мафия действительно появилась, но мафия появилась не в 30-е годы. Я вам напомню, кто знает когда появилась мафия и почему? Что? В средние века. Это в Италии, на Сицилии мафиози были добрые разбойники, которые убивали всякого рода помещиков, хозяев и раздавали потом хлеб крестьянам. Но потом, когда они переехали из Италии в Америку, спасаясь от голода еще в поисках работы, то в Америке у них не было работы. И вот тут сделал американский президент тогдашний Кальвин Кулиш важные мероприятия ввел. Он начал бороться за чистоту нравов. И он, пользуясь тем, что Америка просветала, ввел специальный закон. Вы помните, знаете, какой закон в 20-е годы был в Америке введен? Сухой закон. Сухой. Американцам запретили пить виски, водку и другие спиртные напитки. И это, как часто бывает, привело к противоположным результатам. Эти вот итальянские бедняки, которые знали о мафии, стали причастны к новому бизнесу. Если есть запретный плод, есть всегда стремление к нему и овладеть этим запрятом. и были, поскольку пьяниц везде очень много, и Америка не является исключением, то пьяницы готовы были платить большие деньги за спиртные напитки. И они не могли их купить легальным путем, и они начали их ввозить из-за границы. И для этого они создали нелегальные организации, которые и создали сеть распространения этих спиртных напитков. Виски в основном, водка еще не была в ходу в Америке. И вот эта сеть принадлежала, в эту сеть входили только люди, которые отчаялись найти себе место в жизни. Им было все равно, лучше заработать, чем умереть, но они готовы были и умирать, если это приносило им деньги. в эти структуры вошла мафия. Итальянское меньшинство в Нью-Йорке стало активно участвовать в торговле спиртными напитками. И они добились известных финансовых успехов в этой торговле, и тогда возникла эта мафия, базировавшаяся на подпольной торговле спиртным. вот тогда в 20-е годы появилась мафия. Вы пишите, что в 30-е. А в 30-е годы она уже существовала, и Рузвельт с нею боролся. Наиболее известным таким бандитом мафиози был Аль Капоне, который господствовал в городе Чикаго. Ну вот, и с мафией боролся Рузвельт. Ну, вы понимаете, что сухой закон не мог долго существовать, его пришлось в конце концов отменить. И в каждой стране, где вводится сухой закон, он приводит только к негативным результатам. Потому что с запретами бороться с этим невозможно. Нужны другие методы борьбы, но поскольку мы занимаемся с вами не проблемами торговли спиртным, а проблемами журналистики, это уже выходит за пределы наших интересов. Я должен только сказать вам, что мафия возникла в 20-е годы, в 30-е годы она активно действовала. А после войны мафиози сыграли важную роль в борьбе против итальянских фашистов на Сицилии. Когда американские войска высадились на Сицилии, то местная мафия связалась с американской мафией итальянского происхождения, и они участвовали в изгнании немцев и фашистов из Сицилии. Это не реабилитирует их, но просто знаете, в истории много парадоксов. Это один из таких парадоксов, которые может быть полезно знать. Но сами по себе мафиози возникли в 20-е годы, в 30-е годы с ними боролись. Дальше, следующий вопрос касается другой темы. «Как американцы посмели пойти нарушение Конституции и четыре раза переизбрать Рузвельта?» Ну, от нас это не зависело и не зависит. Так решили, потому что Рузвельт решил неразрешимую задачу, почти такую же задачу, как квадратура круга. Вы представите, кто-нибудь смог разрешить эту проблему, он был бы не просто Нобелевским лауреатом, а уникальным бы детям. Но никто не разрешил эту проблему квадратуры круга. А вот проблему депрессии, кризиса Рузвельт разрешил. И поэтому в чрезвычайных условиях американцы приняли специальный закон о том, чтобы в изменении Конституции четыре раза можно было избрать Рузвельта, а потом приняли новый закон, по которому подтвердили запрет на избрание больше, чем на два срока президента. И когда Клинтон переизбирался, многие американцы считали, что он был лучшим президентом, хотя у него были свои слабости, как вы знаете, он очень любил таких же людей, как здесь сидят, и это ему доставляло как, наверное, приятный минут, так и массу неприятностей. И его поэтому строгие ревнители морали не хотели бежать. Но многие американцы, которые думали об экономике, говорили, что давайте его изберем, хуже не будет. Но закон нарушать никто не позволил, и после четвертого срока Рузвельта, который он не смог дослужить, был снова подтвержден закон о том, что только на два года может избираться президент. И на этом был поставлен крест на возможностях выборов и перевыборов президентов. Американским президентом можно быть только два раза. и сейчас приближается конец сроков президента Буша. Еще не скоро, еще ему почти три года, ну, во всяком случае, два с небольшим года осталось служить, и я думаю, что мы еще узнаем, кто будет пытаться занять его место. Но я хотел обратить ваше внимание, что я должен вам еще прочитать одну лекцию. Эта лекция должна быть о развитии журналистики после кризиса. Дело в том, что кризис мировой создал новую обстановку политическую в мире, новую расстановку сил. С одной стороны, усиление фашистских тенденций, с другой стороны, рост антифашистских сил и развитие антифашистской журналистики. И вот об этой антифашистской я хотел бы тенденции тоже вам сказать. А что касается фашистской пропаганды, нацистской пропаганды, мы об этом будем более подробно говорить на следующем курсе. Но мы вернемся к кризису и к журналистике в годы кризиса на следующей лекции, дату которой я не могу, к сожалению, вам назвать сейчас. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok